На прошлом занятии мы с вами разобрались с основными понятиями реляционной модели данных, особенностями этих моделей. Сегодня познакомимся с реляционной алгеброй. Рассмотрим операции реляционной алгебры, способы записи и применения этих операций на практике. Теоретической основой реляционной модели данных является теория отношений, основу которой заложили два логика – американец Чарльз Содерс Пирс и немец Эрнст Шредд. В руководствах по теории отношений было показано, что множество отношений замкнуто относительно некоторых специальных операций, то есть образует вместе с этими операциями абстрактную алгебру. Это важнейшее свойство отношений было использовано в реляционной модели для разработки языка манипулирования данными, связанного с исходной алгеброй. Американский математик Котт в 1970 году впервые сформулировал основные понятия и ограничения реляционной модели, ограничив набор операций семью основными и одной дополнительной операцией. Предложенная кода схема была настолько эффективной для систем баз данных, что эту модель, или эту схему, он за эту модель, он удостоил престижной премии Тьюринга в области теоретических основ вычислительной техники. Основной структурой данных в модели является отношение, это вы уже знаете. Н-Арным отношением R называется подмножество декартового произведения D1, D2 и так далее, ДН, множество D1, D2 и так далее, ДН, не обязательно различные. Исходные множества D1, D2 и так далее, ДН называют доминами. Схема отношения R называется перечень имен атрибутов данного отношения с указанием домина, к которому они относятся. То есть схема отношения R – это перечень имен атрибутов, причем указываем, к какому домину они относятся. Если атрибуты принимают значение из одного и того же домина, то они называются ТТ-сравнением. ТТ – это множество допустимых операций сравнения, заданных для данного домина. Схемы двухотношений называются эквивалентными, если они имеют одинаковую степень, и возможно такое упорядочение имен атрибутов в схемах, что на одинаковых местах будут находиться сравнимые атрибуты, то есть атрибуты, принимающие значение из одного домина. Алгеброй называется множество объектов, заданной на нем совокупностью операций, замкнутых относительно этого множества, называемого основным множеством. Основным множеством в реляционной алгебре является множество отношений. Кот выделил 8 операций. Эти операции можно условно разделить на теоретико-множественные и специальные операции. Рассмотрим теоретико-множественные операции реляционной алгебры. Их всего 4. Объединением двухотношений называется отношение, содержащее множество картежей, надлежащих либо первому, либо второму исходным отношениям, либо обоим отношениям одновременно. Пусть заданы два отношения, R1 большое, состоящее из множества картежей R1 малое, и R2 большое, состоящее из множества картежей R2 малое. Где R1 малое и R2 малое, соответственно, как картежи отношения R1 большой и R2 большой. Тогда объединением двухотношений называется множество картежей R таких, что R принадлежит R1 большое, или же R принадлежит R2 большое. Посмотрим на примере, более понятно. Пусть отношения R1 и R2 содержат перечни деталей, изготавливаемых, соответственно, на первом и втором участках цеха. Тогда отношения R3 содержат общий перечень деталей, изготавливаемых цехом, то есть характеризуют общую номенклатуру цеха. R1 – множество деталей, 4 детали, которые выпускаются на одном участке. R2 – множество деталей, которые выпускаются на другом участке, причем некоторые детали могут выпускаться и на первом участке, так и на втором участке. R3 – это множество всех выпускаемых деталей. Множество, как вы знаете, содержит неповторяющиеся элементы. Даже если на первом цеху у нас 4 детали, наименование детали, второй участок тоже содержит 4 наименования детали, но общие наименования детали у нас всего лишь 6. Повторяющиеся детали в общее отношение не попадают. Р2 – пересечением отношений. Называется отношение, которое содержит картежи, пересечение называется отношение, которое содержит картежи, множество картежей, таких, что они одновременно принадлежат первому отношению и второму отношению. Если применительно к нашему примеру, то наше новое отношение – это будет таблица, которая содержит информацию, которая повторяется как в первой таблице, так и во второй таблице. То есть это будут всего лишь два картежа. Разностью отношения R1 и R2 называется отношение, содержащее множество картежей, принадлежащих R1 и непринадлежащих R2. То есть разница R1 и R2 – это такое множество картежей, которые принадлежат R1 и непринадлежащих R2. Разностью отношения R2 и R1 является множеством картежей, таких, что принадлежит R2 и непринадлежащих R1. Операции объединения и пересечения являются коммутативной операцией, то есть результат операции не зависит от порядка аргумента в операции. Операция же разности является принципиально несимметричной операцией, то есть результат операции будет различным для разного порядка аргументов. Как вы видите, для R5 и R6 у нас результаты разные. Если в R5 у нас гайка M1, M2, то здесь гайка M2 и шайба M2. Результаты выполнения этих операций потом самостоятельно проверите из исходного множества данного ранее на кадрах. Прежде чем рассмотреть четвертую операцию, теоретика множественную, дадим определение сцепления или конкатенации картежей. Сцеплением или конкатенации картежей C с атрибутами C1, C2 и так далее, и Q с атрибутами Q1, Q2 и так далее, QM называется картеж, полученный добавлением значения второго в конец первого. Сцепление картежей C и Q обозначает как CQ, то есть это множество, такое, что сначала мы указываем первое картеж, далее указываем второй картеж. M, N – это число элементов в первом картеже, а M – число элементов во втором картеже. И четвертая операция, теоретика множественная, это операция расширенного декартового произведения. Расширенным декартовым произведением отношение R1 степени N со схемой S, R1, с множеством атрибутов A1, A2 и так далее, A, N – и отношение R2 степени M со схемой S, R2 с множеством атрибутов B1, B2 и так далее, B, N – называется отношение R3 степени N плюс M со схемой S, R3, таких, что сначала идут атрибуты R1, потом атрибуты R2. Содержащие картежи, полученные сцеплением каждого картежа R отношения R1 с каждым картежом Q отношения R2. То есть, если R1 – это множество картежей R малое, R2 – это множество картежей Q малое, тогда расширенное декартовое произведение обозначается следующим образом. Это множество сцеплений или конкатенаций. Операцию декартового произведения с учетом возможности перестановки атрибутов в отношении можно считать симметричной. Очень часто операция расширенного декартового произведения используется для получения некоторого универсума, то есть отношения, которое характеризует все возможные комбинации между элементами отдельных множеств. Однако самостоятельного значения данная операция не имеет. Довольно часто применение данной операции можно характеризовать словом «все». То есть она характерирует все возможные комбинации. Даже аргументы R1, R8, R7, R8, тогда расширенным декартовым произведением этих двух отношений является отношение R9, содержащее все возможные комбинации этих двух отношений. Даже если в цехе 3 не выпускается какая-то гайка M4, она у нас все равно здесь будет указана, так как мы учитываем все возможные комбинации. К специальным операциям реализационные алгебры относит операцию горизонтального выбора или операцию фильтрации. Прежде чем определиться с этой операцией, давайте рассмотрим такое определение. Пусть альфа – это булевское выражение, составленное из термов сравнения с помощью связок «и» или «не», но возможно с использованием скобок. В качестве термов сравнения допускаются два терма. Терм А, большое ос А, то есть атрибут, операция сравнения, константа из того же домена. И терм А, ос Б, атрибут, атрибут, причем эти атрибуты бета-тэто сравнимые, принимают значения из одного домена, и некоторая операция сравнения. Например, если у нас отношения содержат картежи, атрибуты которых числа, то операциями сравнения могут быть больше, меньше, равно, не равно, больше, равно и так далее. То есть результатом операции горизонтального выбора или фильтрации, заданной на отношение R, большое в виде Булевского выражения, определенного на атрибутах отношения R, большое, называется отношение R от альфа, включающие те картежи из исходного отношения, для которых истинно условия выбора или условия фильтрации. То есть это будет новое отношение R от альфа, условие альфа накладывается на картеж R, и это множество картежей R, таких, что R принадлежит R, большое, то есть картеж это из этого отношения, и условие истина. Например, нам нужно быть выбрать из отношения R10 детали с шифром, с конкретным каким-то шифром. Тогда эта операция фильтрации запишется как? Мы получаем новое отношение R12, которое будет равно. Берем из аргумента из отношения R10 и указываем в квадратных скобках условия выбора. Шифр детали равен конкретному значению. Под этим шифром у нас деталь одна, но она выпускается в двух разных цехах, поэтому будут дважды дублироваться. Операция проектирования. Это вторая операция, специальная операция релизионной алгебры. Пусть R большое — это отношение со схемой S большой R, с атрибутами A1 и так далее, A, N. И обозначим через B большое подмножество атрибутов A. При этом пусть B1 — это множество атрибутов из этого подмножества, не вошедших в B. И если выполняются такие условия, что B равно множеству атрибутов A и T, первое A и T, второе и так далее, и B1 — это множество атрибутов A, G, T1, A, G, T2 и так далее, A, G, T, K, и картеж — это значение, константа из доминов A мало и T1, A мало и T2 и так далее, то операция проектирования, то есть R от B, имеет схему проекции отношения R большое на набор атрибутов B, обозначаемое R от B, называется отношение со схемой, соответствующей набору атрибутов B, содержащему картежи, получаемые из картежей исходного отношения R путем удаления из них значений, не принадлежащих атрибутам из набора B. На примере. здесь что мы получили? Здесь мы получили R3, отношение, которое получили из отношения R10, на это отношение мы наложили проекцию, какое условие, вернее, получили, наложили условие названия детали, равно B1. мы получили отношение с названием шифров, наименованием деталей и цехом. Дальше. Это уже новое отношение. Мы спроекцировали на цех, то есть дублирующие значения нам не нужны, и мы просто получили перечень цехов, где выпускается деталь с наименованием B1 и с определенным шифром. Операция условного соединения. В отличие от рассмотренных только что специальных операций релекционной алгебры, фильтрации и проектирования, операция условного соединения является бинарной операцией, то есть для работы с ней необходимы два отношения, а результатом будет одно отношение. Если вы обратили внимание, операция соединения и проекции, они были унарны, мы работаем только с одним отношением. Пусть R, большое, это отношение, состоящее из множества картежей R малое, Q это отношение, состоящее из множества картежей Q малое. Соответственно, схемы этих отношений SRT и SQT. S имеет атрибуты A и T, S, R, T, а S, QT имеет атрибуты B и T. При этом полагаем, что заданы наборы атрибутов A и B, такие, что условия на экране. И эти наборы состоят из цепи сравнимых атрибутов. Тогда соединением отношений R и Q при условии бета будет подмножество декартового произведения R и Q, картежи которого удовлетворяют условию бета, рассматриваемому как одновременное выполнение двух условий. Например, условие первое. У нас есть отношение R, к нему атрибуты A и T, T это сравнимые с B и T. Причем A и T, T это сравнимые с B и T принадлежат на одном домине, одному домине. И соединением этих двух отношений R и Q по условию бета будет множество сцеплений, картежей R и QT, таких, что R и QT выполняется условие первое, то есть картеж принадлежит вот этому множеству, и истинно, является истиной. Например, пусть отношение R15 содержит перечень деталей с указанием материалов, из которых эти детали изготавливаются, то есть наименование детали, название детали, шифры детали, наименование детали и материалов. Нам нужно получить перечень деталей, которые изготавливаются в цеху 1 из материала сталь 1. Вернемся назад. Нам нужно, чтобы сталь была сталь 1, и чтобы цех был цех 1. Но в этой таблице у нас цех 1 нету, значит, мы будем брать предыдущую таблицу. Для этого я беру таблицу отношения R15 и R10. Здесь у меня должны быть шифры детали совпадать, и цех должен быть цех 1, и материал должен быть сталь R1. Когда вот эти все условия совпадут, тогда я буду соединять R15 и R10 по названию детали. Мой результат. Прежде чем рассмотреть следующую операцию, дадим определение множеству образов. Пусть R — это отношение со схемой SRT из атрибутов A1, A2 и так далее, A, K, T. Пусть A — это некоторый атрибут, некоторый набор атрибутов, и A1 — это набор атрибутов, не вошедших множества A. Пересечение этих множеств пусто, так как мы сказали, что не входит множество, объединение множества равно множеству всех атрибутов исходного отношения. То есть вот эти. Тогда множеством образов элемента Y у проекции R от A называется множество таких элементов у проекции R от A, для которых сцепление X и Y является картежами отношения R, то есть множество образов, это множество картежей, таких, что они принадлежат сцеплению, и таких, что, вернее, они принадлежат сцеплению, и Y принадлежит R A, это множество проекций. Тогда операция деления. Пусть даны два отношения R и T соответственно со схемами SRT с атрибутами A, и T и ST с атрибутами B и T. A и B это набор атрибутов отношения одинаковой длины без повторений. A1 это атрибуты из R не вошедшие в множество A. Пересечение этих множеств пусто, а объединение это множество это наша схема. проекции R от A и T от B совместимы по объединению, то есть имеют эквивалентные схемы. Я могу их соединить в одну таблицу. Тогда операция деления ставит в соответствие отношенияm R и T отношенияm B, которая обозначает операция деления так, что R отношения деления по атрибутам A, B и отношения T, партежи которого являются теми элементами проекции R от A первая, для которых T от B входит в построенное для них множество образов. Формулы B. Например, пусть у нас имеется отношение R седьмой, которое содержит номенклатуру всех выпускаемых деталей на нашем предприятии. Отношение R есть хранит информацию о том, что и в каких цехах действительно выпускается. Определить перечень цехов, в которых выпускается вся номенклатура деталей. То есть мы берем отношения, где действительно выпускаются детали, и отношения, где есть список всех деталей. Что мы делаем? Мы из R10 по шифру берем шифр деталей, наименование деталей, и сравним шифр деталей, наименование деталей. То есть по этим двум параметрам у нас должны совпадать картежи в R10 и R7. Если они совпадают, то мы проецируем и отправляем в R7. В R17 мы возьмем только наименование цехов. цехов. Сегодня мы с вами познакомились с основными операциями революционной алгебры. Сказали, что их 8. 4 операции теоретика множественные, они для вас знакомы, понятны, и 4 специальные операции. но специальные операции революционной алгебры, они посложнее для понимания. На практике мы разберем больше этих операций, например. Думаю, что вопросов с этой темой у вас не будет. Для закрепления на экране вопросы, вы видите, на которые нужно будет для себя ответить, ну и список рекомендуемой литературы по этой теме.